Всем привет! В последнее время на аэросети стали набирать все большую и большую популярность, но огромную порцию популярности получил именно чат-бот ChatGPT, который может ответить вам на любой вопрос, ну или почти на любой, если он, конечно, касается событий до 2020 года. Кто-то считает, что из-за чат-бота копирайтеры останутся без работы, а некоторые копирайтеры, в свою очередь, наоборот, пытаются облегчить свою работу с помощью данного чат-бота. Недавно это коснулось и меня, причем не в самом приятном смысле, так как таким образом меня пытались развести, собственно, сами копирайтеры. Подробнее об этом и о другом я расскажу в сегодняшнем видеоролике, будет интересно. Меня зовут Дмитрий Костин и мы начинаем. Но прежде чем начать, я, конечно, хотел бы выразить благодарность всем своим подписчикам на Бусте. Ребята, спасибо вам огромное за поддержку. Вы лучшие. Ну а теперь, собственно, к теме ролика. Сразу хочу сказать, что мне не хотелось бы сыпать в вас терминами про то, что такое нейросеть, так как вы уже наверняка сами знаете или как минимум представляете, что это такое. Данные технологии используются во многих сферах. Создание уникальных изображений по запросам, имитация голоса знаменитости, улучшение качества видео, даже если оно шлаковое и наглухо убитое. Написание уникальных текстов и многое другое. Как поспал, братишка? Проглотался, наверное. Как поспал, братишка? Проглотался, наверное. Так, например, вы могли видеть различные дипфейки, будь то фальшивый Путин. Только что прошли переговоры с украинской стороной. И они закончились абсолютно успешно для российской стороны. В КАЦе проинформирую вас. И так мы достигли мира с Украиной. Фальшивый Мавроди. Для нас это будет такой год, потому что я чудом выжил после тяжелой болезни. И сейчас могу снова работать и вместе с вами идти к финансовому апокалипсису. Или Джонни Кейдж из Первой смертельной битвы, на которого наложили лицо Жанна Клода Ван Дамма, который в свою очередь и послужил прообразом персонажа, и которому предлагали его сыграть в экранизации 1995 года, но тот в итоге отказался от роли в пользу провальной экранизации игры Street Fighter. Также многие из вас наверняка прикалывались в приложении FaceUp, где можно было загрузить, к примеру, свою фотографию, а затем состарить себя, примерить бороду, наложить лысину или длинные волосы. Ну и даже сменить пол. О, мой! Благодаря этому, кстати, Дзен и Пульс в свое время заполонили статьи на тему, что было бы, если бы умершие актеры дожили до наших дней, или как бы выглядели лысые знаменитости с длинными волосами, или если бы они, например, сменили пол. Статьи делались минут за 15-20 и показывали неплохие результаты по просмотрам, даже несмотря на то, что статья набирала в основном негативные комментарии. Ну и, конечно же, многие наверняка слышали про студента, который защитил диплом, написанный нейросетью. Да, защитил на троечку, но все же защитил. Но, как я уже и сказал, я хотел бы рассказать о том, как меня хотели напарить копирайтеры. Я думаю, многие знают, что в основном я зарабатываю за счет трафиковых проектов, то есть проекты, ориентированные на массовость. У меня это сайты, каналы в ютубе, телеграм-каналы, каналы в Дзене, Пульсе и так далее. Правда, с Пульсом, конечно, скоро придется распрощаться, так как он закрывается в пользу Дзена. Подробнее об этом я рассказал на своем втором канале, который как раз посвящен в основном именно трафиковым проектам. Если кому интересно, посмотрите по ссылочке в описании. Естественно, я чисто физически не могу тянуть в одиночку такое количество проектов, поэтому у меня есть несколько копирайтеров. Недавно из-за расширения сетки каналов я решил сделать добор, то есть взять еще двух копирайтеров и даже кинул объявление, на которое откликнулось в районе 10 человек. И самое интересное, что трое из них прислали мне тестовые статьи, которые они создали в ChatGPT. Хохма была еще так. Справедливости ради я отмечу, что один из них все же сказал, что он использовал нейросеть в написании статьи. Давайте ради примера я разберу одну из статей, которую мне прислал копирайтер для моего канала по мультфильмам. Естественно, такие статьи я даже не оплачивал. Итак, давайте же посмотрим на реальном примере, что мне тут навоял копирайтер с помощью сети ChatGPT. Я ему заказал статью про злодеев из мультсериала «Черный плащ» 1992 года. И когда я прочитал то, что у него получилось, ну я просто выпал в осадок. Давайте посмотрим. Злодеи из мультсериала «Черный плащ» это элементарные части сюжета, которые делают эту историю увлекательной и захватывающей. И они стали неотъемленной частью культуры и продолжают вдохновлять и волновать зрителей до сих пор. «Каждый злодей имеет свой уникальный характер, мотивы и методы, которые делают их такими запоминающимися интересными». В этой статье мы будем рассматривать некоторых из самых известных и значимых злодеев из этого легендарного мультсериала. Ну, допустим. А какие злодеи их пойдет речь? Тарас Бульба, в скобочках «Черный плащ» почему-то. Антиплащ, Квага, Реджинальд Бушрут и Ликвигат. Тарас Бульба, в скобочках «Черный плащ». Тарас Бульба, также известный как «Черный плащ», является самым главным злодеем в мультсериале «Черный плащ». Ну, это сразу, естественно, полный чушь. Во-первых, Тарас Бульба – это не «Черный плащ». Это один из злодеев «Черного плаща». Во-вторых, он не главный злодей. Он появляется только в первой серии, насколько я помню, и еще в парочке серий каких-то. Он далеко не главный злодей, хоть и довольно запоминающийся. Он злой, амбициозный и жестокий, стремясь захватить власть над миром. Над миром точно нет. Он использует свою интеллектуальную выносливость и мастерство в использовании магии, чтобы добиться своих целей. Магии! Ну, те, кто не смотрел данный мультсериал, я поясню, что Тарас Бульба – это такой злодей, который является главой криминального мира, так сказать, главным мафиози. Но никакой магии здесь не пахнет. Так, он неустанно ведет борьбу против черного рыцаря и его союзников и готов на все, чтобы добиться своей цели. Тарас Бульба обладает огромным знанием и умением в использовании магии, которая делает его опасным противником. Ну, про магию я уже сказал, но никакой магией он не занимался. Он умеет контролировать элементы и создавать магические спеллы, которые могут нанести серьезный ущерб его противникам. Магические спеллы. Также он обладает удивительной стратегической интуицией, которая позволяет ему предугадывать действия своих противников и принимать меры по их предотвращению. Такой себе. Однако, несмотря на все это, а, однако, несмотря на все свои способности, Тарас Бульба не обладает частью и совестью. Он готов использовать любые средства, даже самые жестокие, чтобы добиться своей цели. Он не задумывается над тем, как его действия влияют на других людей и готов жертвовать всем, чтобы добиться своей цели. Ну, это какая-то хрень. Какая-то, знаете, как будто обобщенная информация про любого злодея. Ну, причем эта информация особо... Этой главы мафии не особо-то и касается. Настоящее имя Тарас Бульба или всем известный как Черный Плащ. Настоящее имя неизвестно. Нет, его настоящее имя как раз Тарас Бульба. И он не Черный Плащ. История появления. История появления Тараса Бульба в мультсериале Черный Плащ остается тайной и не раскрыта в полной мере. Известно, что он является мастером в сфере воровства и владеет уникальными навыками в области воровства и хитрости. Нет. Он также известен своими злыми и жестокими действиями, которыми он наносит героям мультсериала. Однако, несмотря на свою злобу и жестокость, Тарас Бульба обладает острым умом и высокой интеллектуальной квалификацией, что позволяет ему постоянно обходить закон и избегать пойманности. Смотрите, насчет пойманности я не соглашусь, потому что в самой первой серии Тарас Бульба как раз сидит в тюрьме. Да, он из тюрьмы руководит своими гангстерами, но он сидел в тюрьме. Поэтому о его пойманности опять чушь. Он также является мастером в использовании масок и притворства, что позволяет ему скрыть свою настоящую личность и оставаться ненайденным. Нет, он не притворяется и не использует никакие маски. В целом, Тарас Бульба является одним из самых ужасных и опасных злодеев в мире мультфильмов. Нет. Следующий злодей. Антиплащ. Антиплащ выступает в качестве главного антагониста, является зловещим двойником черного плаща. Ну, в принципе, его можно назвать главным антагонистом, зловещим двойник. Ну да, они, в принципе, близнецы, можно так сказать. Отличаются только цветом костюма. Так, и, по-моему, еще брови вроде у него есть, насколько я помню. Он изображается как коварный и манипулятивный. Часто придумывает изощренные планы, чтобы победить черный плащ и захватить мир. Ну, смотри, тут постановка неправильная, чтобы победить черный плащ. Чтобы победить черный плащ, это значит, что он побеждает предмет. А так как черный плащ это погоняло персонажа, то, получается, надо говорить, чтобы победить черного плаща. Он также показывает себя как мастер маскировки, используя свои способности, чтобы притворяться другими и завоевывать доверие своих врагов. Нет. Только, по-моему, в одной серии, если не ошибаюсь, он притворялся самим черным плащом. Ну, что, в принципе, логично, с учетом того, что они очень сильно похожи. Несмотря на свой злой характер, антиплащ является мощным противником. Что значит, несмотря на свой злой характер, он является мощным противником. Используя свою интеллектуальную и ресурсивность, чтобы оставаться в шаге впереди черного плаща. В конечном счете, цель антиплаща уничтожить черный плащ, ну, опять же, неправильный падеж, и получить абсолютную власть и контроль над миром. Чушь. Настоящее имя Дрейк Маллард является настоящим именем героя антиплаща. Нет, настоящее имя антиплаща, насколько я знаю, неизвестно, а Дрейк Маллард – это настоящее имя черного плаща, а не антиплаща. История появления антиплаща связана с его желанием воздать отмщение Тарасу Бульби, который в прошлом убил его семью. Он создал устройство, известное как антиплащ, для поиска уничтожения Тараса. Блин, какая чушь. Ой, блин. Он также начал использовать свои мощные технологии для управления городом и выполнения своих злых планов. Нет, Тарас Бульби не убивал родителей антиплаща. Не было такого. Квага. Квага является главным недругом черного плаща, и использует свои интеллектуальные способности и технические знания, чтобы преследовать свою мечту о власти. Он характеризуется жестокостью и безжалостностью, но одновременно он может показывать улыбку и улыбаться в нужный момент. Показывать улыбку и улыбаться в нужный момент. Настоящее имя Кваги неизвестно. Но Квага это, по-моему, и есть его настоящее имя. История появления Квага когда-то был производителем игрушек. Факт. Когда популярность виртуальной игры «Пострел» взлетела до небес, его игрушечный бизнес потерпел крах, что привело его в отчаяние. Его в отчаянии. Ну, в принципе, так и есть. В отместку разработчикам «Пострел» Ну тогда уж в отместку разработчикам игры «Пострел» и, разочаровавшись в виртуальных играх, затмивших его любимые реальные игрушки, Квага обратился к криминалу. Теперь не использует игрушки в качестве оружия, модифицируя их механизмами и взрывчатыми веществами. Его точка зрения искажена. Он рассматривает свои преступления, буйства и сражения как веселую сумасшедшую игру. Его преступные действия и нестабильность могут быть результатом давления со стороны внешнего мира. Ну, тут, в принципе, более-менее нормально. Более-менее. Реджинальд Бушрут. Описание и характер. Реджинальд Бушрут изображен как хитрый, харизматичный, криминальный авторитет, который возглавляет банду воров. Нет. Он не является криминальным авторитетом, он не возглавляет никакую банду воров. Это мутант, который вследствие неудачного эксперимента стал полурастением. Ну, был ученым, стал растением. И он умеет контролировать растения. Вот и есть его банда. Также он всегда на шаг впереди законы и своих врагов. Он мотивирован богатством и властью, и не становится ни перед чем, чтобы достичь своих целей. Нет, богатство и власть — это не про него. Он дендрофил, помешан на растениях. Несмотря на свои злодейские поступки, Реджинальд Бушрут обладает определенным шармом и юмором, который делает его фаворитом среди поклонников сериала. Его часто изображают как негрозного противника, который умеет думать самостоятельно и не гнушается использовать хитрые ловки и схемы, чтобы перехитрить своих врагов. Но опять какая-то расплывчатая странная информация, просто ни о чем. Она не характеризует самого героя. Так можно про каждого сказать. Однако, несмотря на свой интеллект, Реджинальд Бушрут не является непобедимым, и его чрезмерная самоуверенность часто приводит его к падению. Опять же, какая-то расплывчатая информация непонятная, она не характеризует его. История появления Реджинальд Бушрут стал преступником случайно. Его коллеги доктор Джерри и доктор Ларсон часто придержали его, и теперь он отомстил использовать свой новообретенный талант. Он был влюблен в доктора Роду Дендрон, но после мутации похитил ее в попытке превратить в полурастение, чтобы она поняла его. Однако черноплащ и зигзаг смогли спасти ее. После этого Бушрут больше не пытался общаться с Родой, вероятно, забыв о ней в более поздних эпизодах или, возможно, на зло из-за проблем, возникших в их отношениях. Херня. В конечном счете, он потерпел неудачу. Ну, смотрите, его коллеги часто принижали его, и теперь он отомстил использовать свой новообретенный талант. Какой талант? Тут не сказано, что он сам был ученым, что он сам случайно стал полурастением. Как он стал? В общем, никакого раскрытия. Херня. Ликвигат характеризуется как жестокий, интеллектуальный и хитрый персонаж, который готов сделать все, чтобы достичь своей цели, а именно заставить жителей Сан-Канара покупать его питьевую воду. Это, ладно, про это сейчас потом еще расскажу. Он использует свои волшебные способности, ну, тут скорее не волшебные, а мутантские, а также влияние и угроза, чтобы достигнуть своей цели. Но, опять, что это такое? В то же время, Ликвигат отлично отличается деликатностью, прошу прощения, Ликвигат также отличается деликатностью и утонченностью, что помогает ему влиять на других и убеждать их в своих планах. Нет. Он является одним из самых запоминающихся и ужасающих персонажей в фильме, и его появление на экране всегда вызывает напряжение и неопределенность. Нет. Он, в принципе, довольно редкий гость в мультсериале. И не сказать, что он один из самых запоминающих, тем более ужасающих персонажей. Нет. История появления Ликвигата появляется в качестве одного из главных злодеев, который владеет источником воды в городе Сан-Канар, заставляет жителей покупать его питьевую воду по высокой цене. Все действия Ликвигата способствуют усилению его влияния и контроля над городом. Но при попытке убрать черного плаща, тот столкнул его в отравленную воду, в отравленную самим Бадом воду. Столкнул его в отравленную воду, в отравленную самим Бадом воду. Он выжил, но уже в образе пса, состоящего из воды. Ликвигат или же Бад Потоп. Что касается персонажа Бад Потоп, так звали вот самого пса. Это хитрый, ушлый, торговец водой, который устранял конкурентов, отравляя их воду. Он хотел стать монополистом в области продажи питьевой воды. Но черный плащ его планом, так сказать, помешал, и тот упал в чан с отравленной водой и превратился, собственно, в водяного мутанта. Так что сам Ликвигат не заставлял жителей Сан-Канара покупать его питьевую воду. Это делал он еще до того, как стал мутантом. Когда его звали Бад Потоп. Статья хрень полная. Если бы я такую статью опубликовал на своем канале, мне кажется, подписчики бы просто подумали, что я либо хорошенько думал, либо поехал кукухой, либо не знаю, что еще. Но, возможно, из-за этой статьи пошли бы отписки. Потому что статья – это полная чушь, которая не соответствует действительности. То есть то, что здесь написано, по большей степени просто хрень. Так что вот статья написана нейросетью. И мне ее выдали. И такую статью я должен был опубликовать на своем канале. Вот такие вот пироги. После этого я сам решил проверить чай GPT в действии. Есть, правда, один нюанс. Пользователи из России там зарегистрироваться не могут. Сами понимаете, санкции. Но, конечно же, есть и обходные пути. Для этого достаточно зайти через VPN и зарегистрироваться на какой-нибудь номер из другой страны. Номер можно использовать виртуальный. Сервисов таких полно. Если не хотите заморачиваться, то можно купить готовый аккаунт за пару десятков рублей на биржах. Собственно, так я и сделал, приобретя аккаунт на бирже GGSEL. Ну и, в общем, я начал тестировать этот чат-бот на предмет того, сможет ли он заменить мне копирайтеров. Начал я с простого. А именно, задал вопрос, сколько метров в одном километре и почему Гитлер не любил евреев. И с этой задачей чат справился, в принципе, неплохо. Далее я решил чуть усложнить задачу и попросил бота рассказать мне несколько интересных фактов о мультфильме «Аладдин» 1992 года. И, в принципе, факт это действительно верный, за исключением одного. «Аладдин» не является первым полнометражным компьютерным мультфильмом. Первым полнометражным компьютерным мультфильмом является «История игрушек» 1995 года. А «Аладдин» в принципе не является компьютерным анимационным проектом. Там есть лишь отдельные CGI-элементы, в частности, «Тигринная морда. Пещера чудес». Так что, косяк. Но когда я попросил описать злодея Квагу из мультсериала «Черный плащ» 1992 года, начался беспредел. Такого наркоманского бреда я еще не слышал. Квага, оказывается, у нас это жестокий вампир и главный враг Черного плаща. Но на самом-то деле, конечно, нет. Квага — это просто поехавший мастер игрушек, да и главным врагом протагониста он не является. А про то, что они познакомились с Черным плащом еще до событий мультфильма и вместе работали в лаборатории, после чего Черный плащ выкрал у него формулу, это просто жутчайший наркоманский трип. Не было такого в мультсериале ни разу. И никакому эксперименту Квага не подвергался. Он действительно был отличным мастером игрушек, но тронулся умом и стал создавать опасные игрушки. Опасные игрушки? Мои игрушки вовсе не опасные. Их просто недооценивают. И давайте зафиналим тему с мультфильмами. Также я решил спросить, кто такие братья Гавс из мультсериала «Утины истории». И снова подъехал наркоманский трип. Братья Гавс — это два племянника Скруджа Макдака по имени Хьюи, Луи и Дьюи. Главное, племянника почему-то два, а имени три. Естественно, братья Гавс и племянники Скруджа — это разные персонажи. Братья Гавс — это семья бандитов, которая состоит из мамаши Гавс и кучи ее детишек. В мультсериале фигурировало максимум восемь детей, но по факту их не менее пятнадцати штук. Так, идем далее. Братья Гавс проявляют хитрость, ум и смекалку, помогая Скруджу Макдаку. В общем, поперепутали биографию бандитов с племянниками, связав их в единое целое. На следующий день я решил дать чат-боту еще один шанс и снова ввел данный запрос, так как ответ всегда будет уникальным. И что вы думаете? Он мне выдал еще большую чушь. Братья Гавс — это персонажи из мультсериала «Утиные истории», которые являются бандой бандитов... ПТИЦ? ПТИЦ? Они состоят из трех братьев — Зигзаг, Гектор и Гидуон, каждый из которых имеет свою роль в банде. Какой нахрен Зигзаг? Это вообще личный пилот Скруджа, а не бандит. Может все-таки написать их фамилию как в оригинале? Бигли? Все-таки из-за трудности перевода может быть какой-то косяк. Ладно, кто такие братья Бигли из мультсериала «Утиные истории»? Братья Бигли — это персонажи мультсериала «Утиные истории». Они являются двумя друзьями-лисами по имени Чипа Дейл, они постоянно преследуют и дразнят злодеев кота-разбойника. Братья Бигли известны своим странным характером и приверженностью своим друзьям и ценностям. Так, все, я устал, я мухожук, завязываю с мультфильмами, тут все глухо. Но, кстати, на самом деле не так-то все и плохо. Дело в том, что такую чушь он городит только если задавать вопрос по-русски. Если же я введу тот же самый вопрос про квагу, но на английском языке, то он мне даст совершенно адекватный ответ. Уже без всяких вампиров, лабораторий, совместных разработок и так далее. То же самое касается и вопроса про братьев Гавс из «Утиных историй». Уже никакой банды птиц, никакого Чипа и Дейла, все четко и по делу. Интересные факты про фильм «Назад в будущее» меня тоже не впечатлили. Нет раскрытия, да и написано все же немного коряво, да и факты не самые интересные на самом деле. Есть гораздо, гораздо интереснее. Также частенько могут прослеживаться трудности перевода. Например, когда я попросил рассказать несколько интересных фактов о фильме «Кошмар на улице Вязов», я увидел словосочетание «кошмарные мечты». Естественно, там должно было быть кошмарные сны, но в английском языке слово «дримс» означает как мечты, так и сны. Вот, собственно, и результат. Но когда я задал вопрос, как Михаил Горшунев лишился передних зубов, я просто ржал в голос. Сейчас я, если честно, жалею, что иду по сценарию, а не записал реакцию на все это, вы только гляньте. Михаил Горшунев, известный как Олег Газманов, никогда не лишался передних зубов. Ну а дальше речь уже пошла о самом Газманове, и о Горшуневе ни слова. Я просто выпал в осадок и даже представил себе примерно такую картину. После этого я решил дать простое задание и выдать мне рецепт торта «Птичье молоко», на что я получил следующий рецепт. Наверняка многие из вас знают, что это суфлейный торт, для приготовления которого как минимум нужен желатин, яичные белки и сахар. Тут же мне выдало какой-то трэш с маслом и с сгущенным молоком, что вообще никак не вяжется с птичьим молоком. И в то же время мне никак не давали покоя зубы ныне покойного уже как 10 лет лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшунева. Поэтому я конкретизировал свой вопрос и даже получил 3 версии потери зубов Горшка. Но среди них не было главной версии, которая в том числе была показана в сериале «Король и Шут». По самой распространенной версии он просто решил попонтоваться и попробовал удержаться на турнике на одних зубах. Хотя, конечно, были и более-менее неплохие ответы. Так, например, сервис все же выдал мне подборку отечественных платформ, где можно проверить текст на плагиат и уникальность. Или подборку фильмов, похожих на «День сурка», а также подборку VPN-сервисов и многое другое. Также я попробовал решить математические примеры и задачки с помощью чат-бота. В одном случае я попросил его решить квадратные уравнения через дискриминант. Причем попробовал сделать это трижды. И три раза он мне выдавал разные решения. Ну, точнее, писал их по-разному. Хотя, конечно, стоит отметить, что в одном из способов решения он неправильно нашел дискриминант. Поэтому в плане решения математических задач я бы тоже слепо не доверял данному инструменту. И уж тем более, обращаясь ко школьникам, я бы не советовал вам списывать решение, которое вам дал чат GPT. Даже если ответ будет верным, написание решения может быть совершенно непонятным. То есть спалитесь только в путь. Также нейросеть способна выдавать программный код и его кусочки. Заменит ли чат GPT копирайтеров? Ну, это вряд ли. Он может выступать скорее как помощник, но не как заменитель. А вот то, что ушло не до копирайтера, начнут выкладывать генерированные тексты, заваливая интернет-пространство лживым трэшем, это да. Я так понимаю, что многие захотят получить халявный контент, не проверяя его на правдивость. Хотя, как показала практика, некоторые копирайтеры будут использовать эту нейросеть. Но я бы таких людей даже копирайтерами не назвал. И если подобные тексты заполонят сайты Дзен и другие платформы, то мы получим просто помойку, состоящую из лживой информации. Конечно, я уверен, что со временем все это будет работать гораздо лучше. Тем более я еще не работал с четвертой версией чата. Но на данный момент текст, даже если он правильный, получается слишком сухим и искусственным. А порой даже не раскрывает сути и не показывает чего-то такого, что может зацепить. Просто какие-то общие сведения. Но в целом, конечно, штука прикольная. Главное, чтобы пользовались ей во благо. Кстати, нашел тут на просторах отечественный сервис GearWin, который работает по той же технологии. Я попробовал ей воспользоваться и остался, ну, не очень доволен. В основном я не получил желаемый результат, хоть и старался давать максимально конкретные запросы, составляя план, абзацы, заголовки и так далее. Хотя в тематике подбора каких-то сервисов ситуация сложилась намного лучше. Но я говорю только за себя. У других, конечно, ситуация может быть просто отличная. Но нейросеть не поможет мне разоблачить мошенников. Нейросеть не поможет мне научиться зарабатывать. Нейросеть не покажет мой опыт и мои впечатления. Чат GPT это просто вспомогательный инструмент, который отвечает на тот или иной вопрос. И, как видите, не всегда правильно. В общем, как по мне, лучше воспользоваться услугами нормального копирайтера. Пусть он мне напишет нормальную статью за 250-300 рублей, чем я буду колупаться с нейросетями, отделяя чушь от нормальной информации. Но, опять же, это всего лишь мое мнение. Своим мнением вы, как всегда, можете поделиться в комментариях. Ну, а я еще раз хотел бы поблагодарить своих подписчиков на Бусти, а в особенности Сергея Долбанова и Сергея Алешина. Вы даете дополнительный стимул делать новые ролики. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, что ролик вам был интересен. Буду рад вашим лайкам и подписке. Все полезные ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Пока.